Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас вечерняя обжираловка. Я вдруг решила снимать видео. У меня просто сегодня столько энергии. Когда у меня бывает прям прилив энергии, обычно на следующий день я нифига не снимаю для вас. Так что ждите. Завтра, скорее всего, не будет видео. Мама постоянно меня ругает, говорит, что если ты снимаешь много материала, то оставляй на следующий день. Как вы думаете, я могу оставить на следующий день? Нет, конечно. У нас здесь пюре с печенкой, огурчики. Здесь у нас такие булочки с малиновым джемом. Захотелось мне снять мукбанг. В тиктоке видео снимала. Тоже хорошо набирают. Это, естественно, меня мотивирует. Иногда бывает, вот я лежу. Я просто хочу тупо смотреть. Я хочу быть зрителем. А иногда вот такие дни. Целый день хочется что-то рассказывать. Столько всяких историй. Думаю, вот это надо рассказать. То надо рассказать мукбангем. Уже надо куда-то это записывать. Обожаю пюре. Когда оно такое воздушное. В общем, давайте поотвечаю на вопросы. Как вам мой чехольчик при таком освещении? Вопросы я все беру под видео Курочка Гриль. Заглядывайте туда и пишите свои вопросы. Итак, первый вопрос. Айка, как насчет того, чтобы рассказывать истории подписчиков? Ты ставишь запрос в инста и рассказываешь истории. Это, в принципе, неплохо. Можно это сделать на мукбанках. Кто хочет, пишите свои истории. Иногда бывает, я читаю, переписываю с девчонками в инстаграме. Конечно, всем ответить, естественно, у меня не получается. Но с некоторыми мы прям сдружились. Из разных городов. Иногда бывает, знаете, такое. Вот прям недавно увидела. Девушка пишет. Привет, Айка, мне 26 лет. Я работаю учительницей. И так далее. Короче, подробно описывает свою жизнь. И говорит, я хочу сняться с тобой в мукбанке с подписчицей. И вообще, мне самой нравится эта тематика. Ютуб и все дела. Я бы тоже хотела снимать. Я не увидела это сообщение. Проходит где-то месяца два. И она мне пишет просто такое гневное сообщение. Что вот фу, ты такая мерзкая, безвкусица. Она, наверное, удалила просто это сообщение. И думала, что это сообщение еще и удалилось у меня. Казалось бы, не ребенок, взрослый человек. Так что, звать к себе домой разных людей. Незнакомых. Я решила эту тему закрыть. И больше не снимать с подписчицами. Даже дело не в этой ситуации. Иногда бывает, например, ты позвал человека к себе домой. Мало ли. Ты же не ФСБ. Чтобы пробить человека по всем данным. Поэтому я думаю, что эту тему пора закрывать. Тем более в этих видео низкое удержание аудитории. То есть люди смотрят. Обложка нравится. Заходят, но почему-то не досматривают. Когда у вас низкое удержание, следующее ваше видео не рекомендуется. То есть я не могу сказать одну единственную причину, по которой я больше не хочу снимать с подписчиками. Лучше я позову кого-то из тех, кого я уже знаю. Айсельжали. Другую какую-то свою подругу. Но вот эта тема постоянно звать разных людей к себе домой. Вы знаете, когда училась на первом курсе, я звала к себе домой постоянно девчонок с универом. и для меня это было всегда нормально. Но потом я начала замечать, что эти люди меня никогда не приглашают к себе домой. И тут меня немножко осенило, так скажем. Вообще не все люди, кого попало к себе домой, не приглашают. И это они делают правильно. А я беру всех незнакомых людей и приглашаю к себе домой. Не хочу вдаваться в подробности, но я сделала вывод, что я делаю неправильно. не потому, что я боюсь, что меня ограбят. Мне по большому счету из дома нечего вынести. То есть, после того, как нас ограбили, это стало для меня уроком. И я как бы ничего ценного почти дома не держу. Так мне спокойней. так что эта рубрика и эта тема я думаю, что будет закрыта. И спасибо этой рубрике за очень хороших знакомых. Много девочек приходило ко мне. вы знаете. Но больше всего мне запомнилась Нура и ее мама. Настолько воспитанная, настолько интеллигентная, интеллектуальная такая девочка. Возможно, через видео вы это совершенно не видите и не понимаете, но она очень крутая. просто мы разного возраста, так можно сказать. А так мне она очень понравилась. Я просто сидела с ней, болтала. Ни в коем случае я не имею в виду, что все остальные были какие-то плохие. Каждая мне понравилась по-своему. Но очень запомнилась именно Нурай. Давайте хотя бы один съедим. Смотрите, какие огромные. Здесь внутри такой джем. Они невероятно мягкие. Рецепт скоро будет на мамином канале. Кстати, я в позапрошлом видео говорила вам о том, что у мамы не набираются просмотры. Мама расстраивается из-за этого. И все пошли подписались на мамин канал. Спасибо огромное. Это безумно приятно. Я это ценю. Честно, спасибо за эту любовь. давайте следующий вопрос. Фидан принцесс задает вопрос. Что ты думаешь, если родители бьют своего ребенка за плохую оценку? Заранее спасибо за ответ. Я считаю, что насилие это нехорошо. Излишняя строгость и насилие в семье это неправильно. но мой парень всегда говорит, что он закончил можно сказать школу с медалью. Его брат тоже поступил на бесплатный. Получал стипендию огромную. Не здесь, за границей я имею ввиду. У нас здесь огромных стипендий нет. То есть он всегда говорил, что это благодаря моему отцу, потому что он меня в нужный момент и бил. не знаю насколько это правильно. Я бы сказала лучше просто наказывать. Например, отнимать планшет. Если у ребенка есть к чему-то предрасположенность, тот же тикток. Но хочет человек снимать, монтировать. пусть делает. Я пришла к ютубу в осознанном возрасте. Но когда я была маленькая, я боялась сказать, не знаю, маме, папе, что я тоже хочу снимать видео для ютуба. Что-то там втихаля снимала, не показывала никому. сейчас меня многие не поймут, но я предпочту, чтобы мой ребенок сидел дома, увлекался тиктоком, ютубом, возможно, зарабатывал с этого какие-то деньги, или просто увлекался, смотрел был зрителям. Чем, например, в наше время, я помню, по гаражам все шарахались, этот тому стрелу забивает. Нафига оно все надо? мне кажется, влияние школы сейчас просто огромное. Одноклассников каждую хочется как-то выпендриться, оскорбить. Руку я бы не поднимала, но строгость, я считаю, хотя бы до пятого, до шестого класса должна обязательно быть. если вы будете слишком мягкими родителями, то дети у вас, скорее всего, будут невоспитанные. Следующий вопрос. Эля Курбанова задает. Эля, тебе огромный привет. Меня, кстати, тоже хотели назвать Эль, Эльвирой. Так что мы бы с тобой были тезки. Айка, если бы ты сделала татуировку, родители были бы против. Сейчас я думаю, что нет, потому что я уже взрослая девочка, но я не хочу. Это совершенно не мои татуировки. Для меня идеал женской красоты. Это, наверное, Костянка, жена Новая Тарасов. Она очень красивая по мне. Красивое тело без вот этих вот рисунков. мне как-то больше нравится. Раньше на ком-то мне нравились рисунки, но опять же на себе никогда не хотела. Вот я считаю, что у нас неправильно что когда ты устраиваешься на работу, если ты весь в татуировках, то скорее всего тебя не возьмут. Вот это я считаю неправильно. По внешнему виду судить о жизни человека, о его характере, о его возможностях в плане работы, возможностей. у нас очень очень сильно обращают внимание на это. Но если бы я была работодателем, мне было бы пофиг, как выглядит мой сотрудник. Самое главное, чтобы он хорошо работал и был добросовестным. Чисто на своем теле татушки я не хочу. Если мои дети захотят, после 17 лет я разрешу сделать. Но опять же в меру, конечно. Если мой сын придет и скажет, мама, я хочу как у Моргенштерна здесь три шестерки, я скажу, иди в баню просто. На этом все, мои хорошие. Люблю вас, целую. Пока.